В прошлой программе Александр Григорьев узнал, зачем в подземке нужны служебные собаки. Проверил с сотрудниками метрополитена безопасность подвижного состава и отправился в рейс. Александру не терпелось попробовать себя в роли машиниста. На станции «Российская» нашего героя ждал полицейский пёс «Триумф». Саша узнал, как трудятся самые дружелюбные в мире агенты безопасности. В конце программы спросил у юных телезрителей. Если на какой-то станции метро обнаружили бесхозную вещь, то кто приезжает на эту станцию? У меня любимое время года – это зима. Потому что в ней можно играть в снежки, кататься на лыжах и на коньках. Больше всего мне нравятся коньки. Каждый шаг и каждый метр победа над собой. Наш герой Антон Сластилов первый ответил на вопрос в телевикторине с дядей Стёпой и друзья. Он учится в первом классе Красноярской школы, знает себе цену и способен расставить в жизни всё на свои места. Мечтает о настоящей мужской профессии. Уверенно говорит всем окружающим, что знает, кем станет в будущем. Очень активный, непоседливый. Такой разосторонний, любит поиграть. То в конструктор, то в танки. Вот он как начал разговаривать где-то годика-два, он сразу – «Я хочу быть военным». Будем, например, на танках ездить, стрелять. И вот как бы уже 7 лет, и до сих пор эта мечта остаётся. Сегодня поговорим о безопасности пешеходов и узнаем, как нужно вести себя на проезжей части. Что такое светофор? Почему дорогу можно переходить только в разрешённых местах и на зелёный свет? Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Ребята, к нам сегодня пришёл Антон. И мы вместе хотим узнать, как вы знаете правила дорожного движения. Простые правила безопасности, которые помогают сохранить жизнь на дороге, в Красноярском детском саду «Ромашка» знает каждый ребёнок. Как только группа собирается в полном составе, начинает изучать дорожную азбуку, дети знают самый верный способ не попасть под машину, не ходить и не играть на проезжей части. Почему на проезжей части нельзя играть? Потому что там опасно и могут бить машины. На дороге есть специальные места, где люди могут перейти на другую сторону. Это переходы. Самые безопасные – подземные. Но если рядом нет подземного, переходить необходимо по белым линиям на асфальте. Как мы можем переходить дорогу? Сначала нужно посмотреть налево, потом направо, потом убедиться, что машины не едут, а потом переходить. Это был нерегулируемый пешеходный переход. На регулируемых устанавливают светофоры. Первый светофор в мире появился 10 декабря 1868 года в Лондоне возле здания британского парламента. Стоял на шестиметровом столбе, управлялся вручную. Если оба крыла подняты, нужно остановиться, опущенный под 45 градусов, двигаться с осторожностью. Ночью использовали газовый фонарь. С его помощью подавали зеленый и красный сигналы. Через месяц газовый фонарь взорвался. И только в 1914 году в американском городе Кливленд установили электрический светофор. Желтого цвета также не было, его заменял свисток полицейского. В России первый светофор заработал 15 января 1930 года на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде. Форма первых светофоров была необычной. Они напоминали то ли уличные фонари, то ли часы со стрелкой. Потом делали такие елочные игрушки, показать кому-нибудь такую, и никто не поймет, что это светофор. В настоящее время у светофора цвета распределяются по порядку. Сначала красный, потом желтый, а потом зеленый. Свет зеленый, проходи желтый, лучше подожди. Если свет зажжется красный, значит двигаться опасно. Чудо был, крокодил, он всегда зеленым был. И ходил он с детских лет только на зеленый свет. Краснеть не пришлось и желтеть не довелось. Краснеть не пришлось и желтеть не довелось. Сохранил до старых лет свой родной зеленый цвет. Прочь тоска, долой печаль и дозрастет мораль. Помни правила движения, Как таблицу умножения. Как таблицу умножения. Судя по активности малышей, они отлично усвоили все уроки. И Антон отправился дальше. Редакция программы «С дяди Степа и мы друзья» исполнила главное желание Антона. Взрослое, осознанное и очень благородное. Стать полицейским. Мальчика познакомили с работой инспекторов ДПС. Без них на дороге не обойтись. Антон, теперь ты знаешь, как нужно соблюдать правила дорожного движения. Теперь давай на практике с тобой посмотрим, как соблюдают правила дорожного движения водители и пешеходы. Антон, поздравляю тебя с тем, что ты прошел стажировку в наших рядах. Желаю тебе расти большим здоровым мальчиком, соблюдать правила дорожного движения и хорошо учиться в школе. Спасибо. На память о нашей встрече дарим тебе небольшой презент и ждем на работу, как подрастешь. Вот так вместе с инспекторами ДПС наш герой напомнил автовладельцам и пешеходам о поведении на дороге. В финале подготовил для вас, юные телезрители, загадку. У широкой мостовой стал суровый постовой. Как посмотрят глазом красным, значит, нам идти опасно. Что это? Если вы знаете ответ, присылайте его на номер 8-999-701-02-33. Указывайте свое имя, фамилию и возраст. Увидимся ровно через неделю в это же время на телеканале «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова